Ребята, вы, наверное, слышали все про дубайский Экспо 2020. Уникальность его в том, что он был назначен на 2020 год, но из-за ковида он был перенесен, и в итоге он проходил в 2021 году. И когда я прилетел сюда, в Дубай, в апреле, он несколько недель как закрылся. Но сейчас я опять в Дубае, у нас декабрь, и выставка открылась заново. Точнее, как бы это не выставка открылась, а открылась территория вот этого Экспо. Если вдруг вы не были на Экспо 2020 в Дубайском, если вы не знаете, что это, если вы вдруг хотели посетить и не посетили, то сейчас как раз есть возможность для того, чтобы туда поехать. Что там делать? Там большая территория, то есть это целый парк, да, это были выставочные холлы, залы, все это украшено, объекты там разные всякие, архитектурные, очень крутые, кстати. И сейчас там запустили Christmas Market, рождественский рынок. И сейчас вот в течение вот этого ближайшего времени там будет вот эта вот новогодняя вся атмосфера, рождественская атмосфера. Там сейчас есть домик Санты. Там можно прийти, сфоткаться, сфотографироваться с Санта-Клаусом. Первое. Второе. Там можно написать письмо, отправить его тоже Санта-Клаусу, сказать, был ли ты хорошим мальчиком. Там для детей сейчас очень классно вот эта вот рождественская новогодняя атмосфера. Что еще можно делать в этом арабском зимнем городе без снега, помимо посещения дома Санты и фотографирования, собственно говоря, с самим Сантой? В нашем случае, кстати, за минуту до того, как мы пришли, а мы уже стояли в очереди, Санта-Клаус встал, сказал, что ему нужно кормить олени и ушел. Ну ничего страшного, мы зашли в его домик, посмотрели разные игрушки, написали свои имена и пошли дальше смотреть, чем вообще здесь можно заниматься. Ну вот самые такие классные постройки. Это вот этот дом мы пойдем, это UAE павильон. Мы там не были, там очереди постоянно были. И вот эти три крупных павильона Sustainability, Mobility и Opportunity. Здесь много всяких детских и взрослых игр, как на стандартных ярмарках. Здесь проходят различные творческие мастер-классы, вы можете сделать имбирные пряники, можете разрисовать футболки, выпить горячий шоколад. Здесь же можно посетить фабрики игрушек, где делают плюшевых мишек. Сейчас здесь на территории есть несколько зон, где проводятся различные выступления, также висят огромные экраны, где сейчас смотрят чемпионат мира. И вы можете купить билеты, которые в наше посещение стоили от 30 до 50 дирхам, что я считаю недорого, и можно посетить какое-нибудь выступление. Из минусов сразу скажу, что на эту территорию, на мой взгляд, недостаточное количество кафе и ресторанов. Там было несколько фудкортов, но они не работали. Сейчас здесь на территории также есть ряд павильонов, которые относятся к каким-то темам. Например, вы можете посетить павильон, который отправит вас в космос. Вы сможете переместиться во времени и пространстве. В павильонах затрагиваются и раскрываются такие темы, как инновации, технологии, энергия, культура, наука, робототехника, история, вода, жизнь, как сохранять окружающую среду в будущем. И все это, конечно, очень красиво и футуристично. Вообще вход на экспо бесплатный, и в целом место представляет собой такой футуристичный большой парк. Но вход в отдельные павильоны стоит 50 дирхам, дети до 12 лет бесплатно. Ну и дальше уже различные мероприятия, развлекушки. Там цена уже в среднем от 30 до 50.